С Северным потоком 2 мы разобрались в предыдущем тексте. Зайдите, кто не читал, бальзам на душу, я вам гарантирую. Сегодня обсудим глобальные газовые проблемы Европы. Не забываем, что с северными потоками никто не ограничивается, у Европы потребности в газе гораздо выше. Конец голландской сказки, Е, потребляет только импортируемого газа 600 миллиардов кубов в год, а Газпром претендует пока только на треть от этой цифры, на 200 миллиардов кубов газа в год. Остальные потребности Европы и примкнувшей к ней Турции возмещают норвежцы 100-110 миллиардов кубометров трубного газа в год, алжирцы 10 миллиардов кубов трубного газа плюс СПГ, количество которого плавает в зависимости от сформировавшейся на европейских хабах цены, и азербайджанцы пока 5 миллиардов трубного газа с плавным удвоением этой цифры в течение ближайших лет. Все, больше игроков на рынке трубного газа, кроме Газпрома, нет. Остальные потребности Европы возмещают поставки СПГ по ломовым ценам, там царят катарцы, нигерийцы, американцы и алжирцы. Ну, и Россия с недавних пор вошла в их число, в лице корпорации Новотек, пока по минимуму. Все эти сказки про монополию Газпрома на европейском газовом рынке не более чем бред воспаленного европейского сознания, сами в этом можете убедиться. Правда, справедливости ради, стоит сказать, что ни у кого из этих игроков нет возможности увеличить свои поставки. За исключением разве только Азербайджана, но и там удвоение мощности южного газотранспортного коридора Набука, поставляющего газ с азербайджанского месторождения Шах-Денис в Южную Европу. С 10 до 20 миллиардов кубов газа в год дело не столь далекого, но все-таки будущего, да и удвоить Баку их сможет, только подключив коридору Юг к Туркмению, Ирак и Иран. А вот у остальных участников газового рынка Европы дела совсем даже швах. Норвегия еле удерживает объем поставок в районе 100-110 миллиардов кубов газа в год за счет подключения все новых мелких месторождений на континентальном шельфе Северного и Норвежского морей. Старые вырабатываются и иссякают, а новые очень скудные, и все идет к тому, что к 2030 году такой страны, как Норвегия, на рынке газовых импортеров ЕС не останется. Голландская же сказка уже закончилась. Оператор ее главного достояния, Гронингенского газового месторождения Неда Лэнси Ардалай Мац Чапидж, ссылаясь на решение правительства Нидерландов, уже сообщил, что летом 2022 года он сворачивает добычу газа по независимым от него причинам. С 25 миллиардов кубов газа в год до нуля. А было время, когда они добывали и по 80 миллиардов кубов газа. Год, рекорд был поставлен в 1976 году, 88 миллиардов кубов. Но все рано или поздно заканчивается. Закончилась и эта рождественская история. Причина банальна, как жизнь. Эксплуатация месторождения с конца 60-х годов прошлого века привела к увеличению сейсмической активности региона из-за оседания выработанных пластов, что привело, начиная с 1994 года, уже к 900 землетрясениям, самой мощной магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера. В силу чего правительство страны приняло ответственное решение прекратить разработку месторождения уже в 2022 году, не дожидаясь ранее принятой даты принудительного окончания эксплуатации, определенной на 2030 год, по той простой причине, что Нидерланды на 85% лежат ниже уровня моря и никому там не улыбается в один прекрасный день уйти на дно морское, то есть банально исчезнуть с лица земли. Выбывающие с рынка в 2022 году 25 миллиардов кубов газа восполнить, кроме Газпрома, на европейском газовом рынке просто некому. Поставщики трубного газа, а их всего три, не считая ведомства Миллера, нарастить свою добычу не могут, а СПГ, мало того, что дорог, так еще и поедет туда, где больше за него заплатят, а это в последнее время премиальные рынки Юва, а совсем даже не голландский газовый хаб ТЭФ. В силу чего последний, скорее всего, прекратит свое существование, уступив это место под солнцем, немецкому вновь созданному Зе, трейдинг хаб Юроп, и австрийскому СЭК, центральноевропейскому газовому хабу в Баумгартине, запитанным от северных потоков, украинской ГТС и газопровода Ямал ЕС, чему и немцы, и австрийцы только рады. Газпром спокойно наблюдает за развитием ситуации и сворачивает поставки по центральному коридору, куда входит и Ямал ЕС, и украинский маршрут, пока не собирается, как поляки и украинцы не провоцируют. Подлые поляки, а поляки в последнее время совсем разбушевались, тянут из Норвегии по дну Балтийского и Северного морей, через территорию Дании, свой Балтийский поток, и грозятся в 2022 году вообще отказаться от русского газа. При этом собственные потребности в газе Польши к началу 2023 года, согласно расчетам ее национального газотранспортного оператора ГазСистем, должны возрасти до отметки 22 миллиарда кубов газа в год. Рост обусловлен возрастающими потребностями в газе ТЭС газовой генерации, в связи выводам, согласно требованиям ЕС, из генерации ТЭС, работающих на угле. У меня один простой вопрос к гордым полякам, а где вы для этого собираетесь брать газ? Я уже устал объяснять всем неразумным хазарам, что лишнего газа в Европе не существует, тупо нет в природе. Если вы отказываетесь от прямых поставок ненавистного вам русского газа, то вы тот же самый русский газ купите у немцев, только дороже. Немцы при этом ничего против не имеют. Не хотите у немцев? Покупайте у австрийцев, у них тот же самый русский газ, только в профиль. У любимых ваших норвежцев, алжирцев, голландцев лишнего для вас газа нет. Кстати, голландцев из этого списка можете вычеркнуть, у них газа даже для себя в 2023 году не останется, будут покупать у немцев газ, пришедший по русской трубе, или мечтать о СПГ американского происхождения. Я уже молчу про то, что американского СПГ в природе не существует, он просто произведен на территории США, но фактически принадлежит выкупившим его компаниям, отнюдь не американского происхождения, и они его повезут туда, где больше заплатят, и это совсем не Европа, а премиальные рынки Юва, по крайней мере так было до сих пор. Но даже если закрыть глаза и представить, что такое случилось, ну чего в жизни не бывает. И газовозы с СПГ американского происхождения направятся к польским терминалам, то тут стоит вспомнить, что мощность единственного имеющегося на данный момент у них СПГ терминала в Свиноусьце 5 миллиардов кубов газа, год с возможностью расширения до 7,5 миллиарда, и даже если нашим гордым ляхам и удастся нарастить его мощность в 1,5 раза. Плюс запустить новый плавучий СПГ терминал в Гданьске мощностью 4,5 миллиарда кубов газа в год, то даже после этого суммарная мощность их регазификационных терминалов достигнет всего 12 миллиардов кубов газа, что учитывая собственную потребность в природном газе в 22 миллиарда кубов газа год, явно не поможет их национальному нефтегазовому оператору БГНИ-ДЖИ наполнить собственную трубу, являющуюся логическим продолжением газопровода Ямал-Е. Ги выйти на газовый рынок Е со своим предложением. Даже собственные потребности БГНИ-ДЖИ может удовлетворить только с помощью того самого Балтийского потока проектной мощностью 10 миллиардов кубов газа в год, которые еще дотянуть надо до точки ввода на Польском берегу. А я слышал там возникли проблемы с полевыми мышами, не говоря уже про Газпром, чьи два магистральных газопровода высокого давления СП-1 и СП-2 ваш несчастный болтик-пайп должен пересечь. С чем же БГНИ-ДЖИ собрался выходить на рынки Чехии, Словакии, Литвы и Украины? А именно такие планы озвучил глава его правления пан Ежик Вичинский. Считать он умеет? Считаю за него, собственная добыча, 5 миллиардов кубов газа, год, американский СПГ, еще 12 миллиардов кубов, считаю по максимуму, норвежский трубный газ, по несуществующему пока еще газопроводу, болтик-пайп, еще 10 миллиардов кубов. Итого, 27 миллиардов, при собственной потребности в 22 миллиарда, свободными остаются те самые 5 миллиардов собственной добычи. Не впечатляет. Без русского газа вам на рынке Европы делать нечего. Для тех, кто не в курсе, мощность газопровода Ямал ЕС, проходящего из Белоруссии, по территории Польши в Германию, 33 миллиарда кубов газа, год. Хотите отказаться, милости просим. Торгуйте своими 5-тью миллиардами. Глупые украинцы, переходим к стране вечно зеленых помидоров. Самое главное достояние Украины ее ГТС. Мощностью на входе 290 миллиардов кубов газа в год и на выходе 170 миллиардов. В том числе в сторону ЕС 142,5 миллиарда кубических сантиметров. В 2014 году была оценена независимыми европейскими экспертами в сумму 13-15 миллиардов долларов США. Сейчас мы услышали от ее новенького президента Зеленского старые песни о главном про ее продажу в совместное управление американцам и европейцам, что якобы должно обезопасить ее от поползновений на нее алчущих рук северного невменяемого соседа. Северный невменяемый сосед только за. Более того, эту идею в виде концессии он уже предлагал украинцам во времена преступной панды и еще ранее при Кучме и не к ночи помянутом Ющенко. Тогда ее стоимость оценивалась в сумму 18-20 миллиардов долларов. Что сказали тогда гордые украинцы? Это наше национальное достояние, ее рыночная стоимость минимум 61 миллиард долларов. Рот не разевайте и руки свои загребущие приберите. Прибрали. Сейчас стоимость все той же замечательной украинской ГТС оценивается в сумму 1,4 миллиарда долларов. США эту цифру назвала уважаемая компания Eornst & Young, входящая в большую четверку мировых аудиторов, проводя в 2019 году оценку стоимости украинской ГТС накануне ее принудительного анбандлинга, разделения на добывающую, распределительную и транспортную компании, согласно требованиям и нормативам 3. Его энергопакета ЕС, можно сказать, что украинская ГТС предпродажную подготовку для продажи ее американцам успешно прошла, в результате чего подешевела более чем в 10 раз. И правильно, негоже новым хозяевам Украины переплачивать за ее барахло, на которое они свой глаз положили. Землицу украинскую они тоже за бесценок собрались к рукам прибрать. Зеленский уже все необходимые для этого процедуры выполнил, а холопы достанутся им вообще бесплатно, будут брать навес. Ну и кто вы после этого, Тов? Украинцы? Идиотами вас назвать, это еще оскорбить идиотов в вашем лице. Вы что не видите, куда ведут вас ваши керманычи под завывание про агрессора Путина? Как вы вообще докатились до жизни такой? Вопрос риторический, можно не отвечать, я как никто другой, понимаю, что от вас вообще тут ничего не зависит. Визюме, как видите, дела у Газпрома идут неплохо. Когда закончится строительство интерконнектора по территории Венгрии, являющегося логическим продолжением Балканского потока, который в свою очередь является ответвлением от Турецкого потока через территорию Болгарии и Сербии, где интерконнекторы уже проложены, и далее через Венгрию и Словакию в Австрию на тот самый газовый хаб СЭК в Баумгартен, то можно будет сказать, что Великое Центральное Европейское газовое кольцо замкнулось. Потому что с севера в Баумгартене замыкаются интерконнекторы через территорию Германии и Чехии, связывающие его с северными потоками. А поскольку интерконнекторы, согласно требованиям 3, его энергопакета, могут и должны качать газ в обе стороны, то можно сказать, что Великое газовое кольцо от Черного моря до Балтийского, которое скоро замкнется у нас на глазах, позволит решить все вопросы Центральной Северной Европы с газом, его балансировкой и преодолением пиковых нагрузок на ближайшие десятилетия вперед, пока Джо Байден не заставит Европу отказаться от газа и перейти на зеленую энергетику. А поскольку этого не случится никогда, да и старик Байден не вечен, то можно сказать, что Газпром, а вместе с ним и РФ могут с оптимизмом смотреть в будущее, вместе с австрияками и немцами, которые составят с Газпромом своеобразный газовый триумвират.